Да, это заявление сделал, насколько я помню, Герасченко, советник министра внутренних дел. Именно он первым назвал Савченко троянским конем. Но, вы знаете, это полный абсурд и чушь, с моей точки зрения, поскольку не соответствует всему тому политическому багажу, который есть у Надежды Савченко. Это действительно человек, который имеет большие, в кавычках, заслуги перед Украиной в том смысле, что человек, который занимает достаточно националистические позиции, не так давно ее возводили чуть ли не в ранг национального героя. И теперь, как только Надежда сказала что-то, что противоречит убеждениям большинства представителей политической тусовки в Киеве, она сразу из героя превратилась в изгоя. Давайте разберемся все-таки, что произошло. Безусловно, ни о какой вербовке Савченко в России речь не может идти. Совершенно очевидно, что Савченко молодой, но достаточно талантливый политик. Я подчеркиваю, политик популист, естественно, харизматичный политик. И в той ситуации, которая сложилась сейчас в украинской политике, а эта ситуация, надо сказать, патовая. Потому что я, например, не вижу, какой может быть выход из той ситуации, в которую себя загнали ведущие украинские политики. В этой ситуации Савченко пытается найти выход и предложить его Украине, украинским избирателям, украинским политикам. Причем этот выход, он с одной стороны соответствует интересам Украины, а с другой стороны соответствует интересам самой Надежды Савченко. Ведь в чем состоит интерес Украины? Все-таки я абсолютно уверен, что интерес граждан Украины состоит в мере, в прекращении братоубийственной войны и в скорейшем мирном соглашении, который будет учитывать интересы как Донецка и Луганска, так и граждан других регионов Украины. В замирении с Донецком и Луганском и выстраивании новых отношений внутри Украины, которые, конечно, должны быть основаны на принципе учета интересов жителей всех регионов страны. Почему происходит бунт в Донецке и Луганске? Именно потому что интересы значительной части миллионов жителей Украины не учитываются. Вот в этом состоит интерес всех, подчеркиваю, граждан Украины. Что предлагает Савченко в этой ситуации? Отказаться от той политики нагнетания националистических настроений, милитаризации, шовинизма, ксенофобии и русофобии, которая присутствует и является доминантой современной украинской политики. И перейти к политике прагматизма, выстраивании отношений с Донбассом. Почему Надежда Савченко эту политику, эту стратегию первой обозначила? Поскольку, как я уже сказал, она прагматичный политик, она политик, интуитивно учитывающий настроение общества, она человек, который не понаслышке знает, что такое война, а была, по сути, в эпицентре этих военных действий. Она человек, которая не была включена в те политические скоки и распри, которые были в период последних лет и месяцев. И, наконец, человек, который обладает большим моральным авторитетом, созданным, кстати, такими людьми, как Герасченко и другие. Большим моральным авторитетом для украинского общества. И как прагматичный политик, обладающий большим авторитетом, она понимает, что выход из ситуации – это мир. Это отказ, полный слом той политики, которая существует сейчас и выход на совершенно иной уровень политической деятельности. Такие решения может принимать только сильный политик. Очевидно, Надежда Савченко таким политиком является. А в чем ее интерес? Если ей удастся, по сути, она сейчас пошла против всей политической системы, против всего политического класса Украины. Если ей удастся провести свою точку зрения и перетащить на эту точку зрения большинство избирателей, то она станет национальным героем. Она станет человеком, который вывел Украину из политического тупика. Безусловно, боятся. И, кстати, уже начиная с момента возвращения Савченко на Украину, в политическую жизнь Украины, начиная уже с этого момента, украинские политики обратили внимание на тот резонанс, который существует между их взглядами, их настроениями, настроениями Надежды Савченко. И уловив это противоречие, они развернули активную кампанию против Надежды Савченко. По сути, это широкомасштабная кампания, которая сейчас охватила почти все средства массовой информации Украины, интернет-ресурсы Украины. И это кампания дискредитации Савченко, выведения ее из политической игры. Основной идеей данной кампании по дискредитации является идея того, что Савченко либо куплена Кремлем, либо запугана Кремлем, либо что-то еще такое произошло во время накождения ее в России, что она изменила своим взглядом. На самом деле, как я уже сказал, никакой измены нет, а именно Надежда Савченко в большей степени, чем все остальные украинские политики вместе взятые, обладает здравым смыслом и прагматизмом, и пониманием того, что конфликт нужно предотвратить. Я с большим неодобрением отношусь к Савченко, с моей точки зрения, она действительно военный преступник, но нельзя вместе с тем не отдать должное тому, как смело Савченко пошла на конфликт со своими вчерашними политическими союзниками. И, ну, конечно, такое сравнение, оно может быть не очень корректно, но тем не менее я могу напомнить, что, например, Шарль де Голь в свое время прекратил войну в Алжире, и это был очень сильный ход, и это был очень сложный ход. Я, например, жду от Надежды Савченко, которой я нисколько не симпатизирую, тем не менее такого же сильного хода, то есть я жду, что все-таки на Украине найдется политик, который возьмет на себя смелость прекратить военные действия, братоубийственную войну. Если таким политиком станет Надежда Савченко, я уверен, что украинские избиратели отдадут ей свои голоса.